с утра зеваю вечером зеваю ну что я готова поговорить с вами насчет сейчас хафит присоединиться то что я обещала так сейчас я включу вай-фай включен или не включен почему не работает так вай-фай работает сейчас хафит присоединится к нам и мы начнем начнем прямой эфир я рассказывала вам про этот как вы называете про это масло витамин и не помню она не осталась с собой но она может быть покажет у хафит есть я хотела вот про это поговорить эфир именно про это сделать так и сейчас чай себе сделку если честно что-то засыпаю я себе весь день спала и сейчас весь день проспала что сегодня когда они за погоду что и еще хочется спать будем говорить знаете о чем о здоровье будем говорить сейчас помните рассказывал про этот витамин c в масле который в медикаментозных дозах творит чудеса и вот я хочу сейчас связаться с хафит она сейчас подъедет домой и мы с вами сделаем прямой эфир чтобы она дала информацию еще раз повторюсь для тех кто не слышал не знает хафит моя подруга которую вы знаете да в лондоне живет у нее у ее отца в ноябре прошлого года диагностировали рак легких причем они потом побежали по всем больницам декабрь потом это все значит все ушли в отпуск и она решила не ждать и посадила отца вот на этот витамин c но таких больших медикаментозных дозах и в феврале он пришел диагностироваться и рака уже не было вот так что я хочу чтобы вы послушали ее историю и прежде чем сейчас она присединиться к нам я хочу рассказать о том что там существует на ютюбе есть видео существует такой человек история его о том что он был подключен к аппаратам искусственного не за это ли вентиляции легких ну вот это вот на искусственном обеспечении он был его хотели отключать он был в коме он не приходил себя я не знаю какой стадии мы сейчас все спросим сейчас сегодня спросим и он не приходил себя и его хотели отключать но его родственники не дали они сказали нет дайте нам возможность это наш отец наш ну типа муж нужно его детям мы должны попробовать все и вот они попробовали они вот этот витамин c его подняли на ноги и там документальный фильм есть прям как раз об этой истории так что часа девочка так что этот витамин c еще в чем фишка коробка как моя бабушка говорил не это вам не шухры мухры а хрухру еще у меня муха блин блюет кровью и не ест уже вот несколько дней он не только бывает у него тут прям бывают таким периодами и не знаю что мне делать вообще это переживать за меня но я ее и полицию клал и что такое не делает кололи и все ничего не помогает тоже задача у нее правда тоже в течение многих лет как бы такие бывают обострения но вылечить я не могу местным как то я что и не доверяю даже этим врачам только я могу выпить на фуэр и лечь спать потом после этого а фит не писала пока здесь да вот либо вот этот витамин c до липоспе как он называется липосферик не знаю язву или не езву пучку там че делишки проворачиваешь а привет вы говорите по-русски что вы думаете богострельным оружием оружие оружие а что мы не могу о нем думать вот липосомальные липосомы да я слышал что-то про это нет его можно дать нормальная картина да и зубы мудрости перед вторыми бракетами удаляла перед первыми нет чем не идет этот цвет или нет намазала 6 что смотрю немножко не это вот как будто а знаете как можно кстати зрительно еще чтобы губы казались ярче и хоть здесь надо делать блеск видите как зрительно сразу увеличивается сюда батарейка садится то есть блеск сделать не на все только сверху у нас когда нибудь что не врит что нет дочка швеции это как-то лыжах кататься на лошадях кататься все купить написал что через пять минут она будет моя помада еще не готова чтобы приобретать скажите пожалуйста мне такую вещь вот мне очень хочется девочку всех спросить смотрите есть у меня что голова разрывается этой помады смотрите есть два варианта а два варианта 1 варе вариант это что такое ребят и и девчонки пожалуйста скажи мне пожалуйста скажем скажите мне пожалуйста если допустим вот есть один вариант помады до гипер как гипер крутое качество зачем мне звонит я не понимаю хапфит гипер крутое качество помада будет 100 4 500 формула какая-то очень крутая 4 500 за одну помаду это дорого или нет 4 500 за одну помаду просто тогда когда я рисую я рисую то что я делаю как я рисую губы вам нравится это два оттенка я использую и они разные текстуры дорого да дорого все пишут что дорого но фишка этой помады в том что она ее один раз накрасил и ты весь день ходишь то есть если вот остальные помады ты красишь они же отпечатываются и ты получаешь их красишь по 4 по 5 раз в день и за 2000 это вот такая помада который будет отпечатываться и ты будешь и получается что она в принципе довольно таки экономная я вот ее накрасил один день и она вообще не стирается вот был где и будут ну как все формула вся в италии разрабатывается то есть это будет или итальянского производства помада мне предлагали там беларусь украину игру нет ни за что на свете то то есть это должно быть я хочу сделать чтобы качество было очень крутое ничего себе четыре года совместной жизни это много это немало но это хорошо 4500 ну как смыть она смывается водой не проблема но но она держится на сторону не не на рубашке не отпечатывается не на стакане не отпечатывается то есть она абсолютно стойкая и очень круто то есть она не сушит губы потому что все вот эти помады к ну и пробовал такую самую ужасно качестве у меня каши извините но вот этот кайли это просто ужас я нанесла стянула все а там а та помада которая делаю то есть она как бы сухая и складки складочки губ вы так вот видны и знаете как как сказать то там другая текстура здесь все равно она такая как кремовая и нет вот этих складочек на губах а мне нравится когда складочки есть поэтому у меня примут я не знаю что если короче дорого если делать другую то это тогда к сентябрю ничего готова не будет тогда это будет просто опять это еще ждать и не знаю сколько и меня вот это просто парит я не понимаю что делать правда на основе двойняшки как круто блин нет 40 евро сколько это какие неадекватные люди просто пипец больные психически нездоров короче что я говорю неадекватно соберу отсюда чтобы не было нет ну кому надо тут купить это тоже не вариант надо же чтобы это было и доступно и если она стойка тогда будет стоить своих денег нежели красить обычную поводу по сто раз мало того что но это не масс-маркет да это действительно это прям вот я делаюсь с таким брендом который только люкс делает только люкс продукции и у них очень дорогая марка я хотела чтобы было качество девочки 62 до это 62 это 60 евро будет стоить да я тоже думаю что это дорого и я бы конечно купила понятное дело что помада нереально я бы купила и даже вообще не не парилась но все равно мне же нужно подумать да о том чтобы ну да люди получают зарплату по 20000 какая помада ну да да не все смогут себе позволить том-то и дело просто не знали бы делать как бы такого среднего качества но за 18 20 долларов ну это будет 1200 рублей да где-то так чуть даже побольше так что хочу посмотрим хафит не выходил еще ну да еще если цвет помада не подойдет тоже верно нет пробники тестер не получится там ведь как у нее себестоимость получается очень дорогая плюс нужно упаковку заказать плюс растаможку плюс перевозку плюс логистика понимаете это все как будет все 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 вот так вот и получается одну и вторую линию не получится ладно я тогда сделала опрос у себя на странице завтра то что сегодня разговаривала с людьми и они говорят что вот как бы она будет при тейли 4500 и гоната очень дорого на 4500 это правда дорого но они горят за козду качество да ну то есть как бы я обращалась но есть опять же вот допустим вот с этим брендом я встречалась до который citizen косметик он мне говорит подожди не делай и давайте сделаем с тобой это уже просто уже не могу ждать игру же обещал эту помаду блин тысячу лет уже ждут три года и девчонки вот у них промада такая она двойная получается вот мне такая не подойдет вот это нам наш моя помада которую я хочу чтобы она была должна быть вот такой но не такой глоссе не такой как это называется глянцевой потому что глянцевая это не то она должна быть матовая а вторая из них бархатная матовая такая пудровая только тогда получится тот эффект который вот этот эффект вы видите у меня ног бах могу сейчас показать ничего показывать мой маленький тест ладно сейчас подождите шишкова тоже выпускала дорогие жидкие помады не продавались как вам альза мне понравилось классно мы так все сдружились очень классная вообще я как бы с альза не было до этого знакома не знаю я просто знаю что там она что-то там какие-то там были у нее ко мне претензии но она говорит что она дружила там с одной леди которая понятно там ее настраполила против меня и вот мы сейчас пообщались все нормально не больше до 1000 но это только наверно к или косметик это китайская тогда уж нет такую я не смогу выпустить это я на свое имя на такое не поставлю ну вот уж шишковый а шишковый шишковый сушит губы да вот видите мне важно чтобы губы не сушила чтобы она была не ширпотреб а чтобы она была хорошего качества вот эти они сделали веганскую но не знаю смогут ли они сделать мою формулу ну они смогут я думаю потому что они это помада прикольно очень классно среда видео крутые но увидели какой там ужасный этот как его свет ну неужели такая страшная вот я без фильтров сейчас перед вами но я же не такая уродина как на этом видео сардаром просто лицо не моего цвета еще губы не накрасили такая бледная какая-то больная там какую тушь я пока не знаю какую тушь порекомендовать нет веганская 2000 но вот пожалуйста пожалуйста но тут не то текстура понимаете как я делаю то есть это ну вот вы поели вы чай попили помада отпечаталась ну как бы я не знаю на кружке везде на одежде ну что это разве вариантов это вообще почитаю это прошлый век просто так дихофит блин сейчас подождите секунду я вернусь так не уходите далеко сейчас я позову что мне звонил на ватсап сейчас если не смогу вернуться ну как бы если потом звук пропадет иногда такое бывает выходишь потом звук пропадает то мы снова сделаем эфир сейчас секундочку подождите девочки мои любимые ну-ка сейчас слышно меня слышно нет сейчас меня веганские без продуктов в животном происхождении да слышно нет девочки мои любимые слышно ну супер сейчас она присоединится к нам тогда сейчас подождите посмотрю реквесты кто тут есть так пока нет смотрите мы сейчас мы будем сейчас не разговаривать что было понятно я сейчас предлагаю она будет кусочками говорить я буду переводить она будет говорить я буду переводить соответственно вы будете вы будете что вы будете делать вы будете вопросы задавать вот она пришла ну-ка давайте посмотрим как связь будет вообще ну-ка ну-ка Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Ну ладно, тогда что, я тоже пойду, наверное Ну давайте завтра сделаем тогда с ней, потому что это, конечно, не вариант Она там на мероприятии Завтра, ладно, завтра тогда обсудим все, да? Хайлайтер от Шарлотты, я мечтаю его получить У меня его нет до сих пор, кстати, он в Барселоне продается Подарите мне хайлайтер, пожалуйста Не уходи, не уходи Ну давайте пошвыркаем чуть-чуть Посмотри канал Ирина Чекунова А что за Ирина Чекунова? Что это? Ой, Бразилию Мне так нравится Я когда-нибудь выучу португальский обязательно Мне так нравится португальский Вот именно как в Бразилии говорят Вика, в паспорте штамп нужен Вот именно штамп Мне пофиг на штамп Мне кажется, надо смотреть на отношения в первую очередь На отношения ваши к нему Его к вам Насколько у вас одинаково совпадают общежизненные цели Я хочу выйти замуж раз и навсегда И моя мама всегда говорила Она мне заложила программу Замуж не напасть Да как бы замуж не пропасть И вот для меня замужество никогда не было ни мечтой, ни целью Для меня больше была цель самореализоваться Стать независимой Добиться чего-то И вот как бы в принципе это были мои вот рельсы На которые я все время По которым я все время шла Бразильский сериал смотреть Ну типа того можно В России процедуры для лица В России процедуры для лица Ребятки Это Это вот этот Как его Эндосфера Есть там эндосфера Плюс вот то, что я делала Ультра Как он называется Интерсютиклс И Как это называется там И вот этот Даймонд шайн Как он называется Спектропил 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 Он вообще Очень классный Я не знаю Что за компонент Не дают Бураку Бураку Озвич О май гад Это Когда они про Бурака пишут Это прям смешно На разгрузочном голоде Я не сижу Потому что я исчезну У меня вообще голод Конечно Голод Это прикольная тема Очень крутая Я считаю Нужно практиковать Но я много чисток Всяких делаю Вот Ирина Чкунова Ченнилингом Передает Последнюю информацию На вам Ироздание Не блокад Ультра Не дам Ну я сейчас Сделал скриншот Если вы уж Прямо так Рекомендуете Я посмотрю Когда будет время Что за Ирина Чкунова Я тебя в Питере Видела В русской Рыбалке Мне в Питере Что лет не было Штука русская рыбалка Я думаю Знаете что Вы у меня все время Спрашиваете Одни и те же вопросы Я думаю Можете мне записать Я вообще думаю Может не в Ютуб Канал свой А возобновить Просто вот эти вопросы Все одно и то же Одно и то же Одно и то же Надо записать не отдельно Как не обращать внимание На негатив Как не обращать Как не это Как не то Как не то И вот Все видосы записать На Ютуб Залить И сказать Идите на мой канал Смотрите И слушайте там Ладно Вы какие-то неприветливые Сегодня Не знаю Двадцать раз написал Ноль ответов Вот видите Ален Всегда так говорят Вот ты мне не отвечаешь И именно сообщение Ты мне не отвечаешь Я обязательно прочитаю А сообщение Не все же успеваешь прочитать А именно то сообщение Которое мне писали Двадцать раз Я его не вижу Все одни и те же вопросы Спать пора Это точно Хотя я весь день проспала Куда мне пора спать Весь день спала Сегодня Прочистку После ваших эфиров Хочется обнять весь мир Оооо Мой любимый Я вас обнимаю Всегда Я себя чувствую хорошо Скажите Решение проблемы Что за проблемы Как относитесь к матам Люблю материться Не знаю Как сказать Дурной приучки Но мне кажется Что На самом деле Мне кажется Я тоже иногда могу Сругнуться Редкий раз Но могу Но лучше Чтобы речь была чистая Мне кажется Если чистые мысли Чистая речь Вот Но вообще мат несет Конечно В себе определенную силу В Польшу не собираюсь Знаете Куда я собираюсь Ладно У меня Мне нужно Выключиться Мне нужно Отключиться Родным Близким Время Уделить С вами Кто-нибудь догадается Никогда Не догадайтесь Куда я собираюсь Никуда 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 В какую страну Я там еще ни разу не была Но вы не догадаетесь Близко даже Никогда Хитрюга Такой хитрюга Конечно Ладно Меня там ждут Мне пишут Смски на ватсап Выходи давай Пойду я пообщаюсь Континент здесь Это недалеко От Греции Не 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 Вроде Грудно Что вечером В Италию Или тише В итоге Я себе Поменял Билет Чечняк Чеченц Да К чеченцу я пойду схожу Пойду я с Любимой пообщаюсь Я Полечу В одно место В котором Ааа Как вы угадали Блин Ну да Я сказала В Албанию Да Обалдеть В шоке я с вас Просто в шоке Даже Вариантов Было всего Три И вы Сразу Там Пум Албания Вообще Я в шоке С вас Конечно Ну да Была В Дурце В Македонии Даже Раз Сразу В Албанию Вы угадали Поеду в Албанию Скоро Через неделю Четыре Ха-ха-ха-ха-ха Ну там По работе Я еду Но это Будет Очень интересно Ладно Я вас Обожаю Все Завтра Увидимся Мадина Че ты смеешься Посоветуйте мне Пожалуйста Какую книгу Мне прочитать Про Соломона Я хочу Почитать Про Соломона И Если кто-то Читал Какую книгу Почитать Какая книга Классная Про Царя Соломона Что-то Хочется Почитать О Историю Расскажи Про Любимого Не расскажу Не расскажу В курсе Женщина Милланды Не показала Как нужно ходить Да Я не показала В курсе У нас был Вебинар И я девочкам Показывала Вы наверное На вебинар Не пришли На мой Он еще Висел Сутки Вот Так что Я запишу Видосик Попрошу Чтобы в группу Отправили Девочкам Запишу Просто у меня В этот раз Запустился Курс Как раз Когда был Каннский фестиваль Потом я туда 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 Летала Это был просто Это был просто Ад Именно по графику Поэтому я не успела И некоторые вещи Конечно Не сделала Вот Ну ладно Я вас обнимаю Целоваю Книга Вот Я сейчас Спасибо большое Боже мой А что вас так интересует Я не понимаю Что вас так интересует Личная моя жизнь Аргентина Ладно Пошла я Вебинар Был для тех Кто в моем женском Онлайн марафоне Участвует Он подарил тебе цветок И чё В смысле Я бы сказала Он зажег Мое сердце Как мне кто-то В том году Желал Я желаю Чтобы ваше сердце Зажглось И он зажег Мое сердце И мое сердце Горит И пылает От любви Всё Я вас целую Кумиров себе Не создавайте Ребят Ни в коем случае Люблю вас Пока Завтра Увидимся Завтра Мы с Хабфит Созвонимся Увидимся Витамин С Называется Липо Как он называется Там где-то было Мы завтра Всё покажем Следите за эфиром И лучше подпишитесь На Как это называется На Оповещение Когда прямой эфир Чтобы не забыть А я пошла К любимой Я очень люблю Всё Целоваю Обнимаю Пока